Резиновые сапоги и калоши всегда на готове у жителей дома 43 по улице Екатерины Фарафоновой в Твери. Без них к собственному подъезду попросту не подойти, разве что обходить, делая приличный крюк. О том, как выходят из ситуации пожилые люди и как влияет на детей самопроизвольно образовавшееся озеро во дворе, в следующем сюжете. Резиновые сапоги – это обувь, которая есть в гардеробе почти каждого жителя дома 43 по улице Екатерины Фарафоновой. Без них выйти из подъезда невозможно. Перед домом гласть воды, в которой отражается осеннее небо. Каждый ливень собственникам квартир этой пятиэтажки приносит настоящее испытание. Водой на несколько дней вперед. Вода здесь постоянно стоит. Мы ходим здесь в сапогах. Выйти из дома практически невозможно. Я даже специально купила в каком-то году сапоги. Огромная лужа задерживается во дворе обычно на несколько дней, а то и недель, рассказывает жительница пятиэтажки Татьяна Кондаурова. Из дома не выйти. Утки плавают. Мы уже все кусты тут. И ходим около фасада. В этом году все время так дождик. Все время. Она у нас все время. Даже она до барьера вот была. Жители сетуют. Пытались привлечь к своей проблеме внимание и администрации Заволжского района, и управляющей компанией. Но пока это дело так и остается мокрой точкой. Половина подъезда инвалиды. С палочкой вообще еле ходят. Скорая помощь не может подъехать. Лужа, больше похожая на прот, создает проблемы не только пожилым людям, но и детям. Недавно в воду угодил ребенок. А так в лужу упала. Она у меня в лужу упала просто. И застряла, не могла вылезти. Пришлось вытягивать. Три года назад эту лужу пытались засыпать, рассказывают жители. Управляющая компания, в чем в ведении на тот момент был этот двор, привезла асфальтовые крошки. Но ее оказалось ничтожно мало, и через пару месяцев от нее не осталось и следа. С тех пор менялась одна за другой управляющей компанией, а проблема оставалась. Около года назад шефство над пятиэтажкой при домовой территории взяла Уканива. Бесконечные походы Татьяны Кандауровой к управленцам не увенчались успехом, седут женщины. Мы тоже решили навестить руководство этой организации и объективно разобраться в ситуации. Помощь от своей управляющей компании жильцы дома 43 по улице Фарафонова так и не дождались. Мы решили поинтересоваться сами управляющей компанией, как же будет решаться эта проблема и будет ли в принципе она решаться. Однако на рабочем месте руководство мы так и не застали. Сотрудники пояснили, что директор в отпуске и когда будет неизвестно. Проблемы проблемами, а обед и отпуска управляющей компанией видимо по расписанию. А жильцы пятиэтажки с содроганием ожидают приближения осеннего ненастья, когда уровень воды в луже поднимется и придется уже доставать лодки. Продолжение следует...